Приветствую из Беларуси в масштабе целого поля. До северных культур незвычайно подошел Минский тракторный завод. Когда национального аэропорта появилась символичная визитовка нашей страны, креативный гигантский надпись. Для супермасштабного флешмоба, который, видимо, из Вышины, потребовались самые могутные тракторы. Эксклюзивные кадры из небес у Алексея Кондратенко. Беларусь – страна мары. Кожный, кто в эти дни прилетает в национальный аэропорт Минск або летит с его, отримливая вот такое привитание. С невеликой Вышины на поле в 5 километрах от поветранной гавани читается фраза-гигант. Для этого два тыдни працавали два самых могутных беларуса и один маленький. Зараз и в ближайший час креатив доступны авиапассажирам. Зрешто, он напелно трапит и на сподорожниковые карты Гугл. Есть такая поговорка «Будет хлеб, будет и песня». А сегодня добыть хлеб можно только имея хорошую современную энергонасыщенную технику. Сегодня она у нас есть, мы ее выпускаем. И сегодня месяц августа он на беларуском языке жнивень. Это окончание работ по уборке хлеба. Такий патриотичный флешмоб Минского тракторного завода своего рода дани на поваге працы хлеборубов, які поспяхово провели уборку збожжа на полях. Акция не могла застаться без працягу. Сегодня агрария, которые работали в Тымлику и на беларусах, витают на самим МТЗ. 1200 супрацовников завода створяют таки же надписи на пляцу целя предприемства. И вот все 1200 удельников флешмобу литерально утворили такую живую композицию. Отсюль земли мы этого года не зрозумеем, тому снова взлетаем. Беларусь – краина мары. У оформлений уже не вышиванка, а товарный знак тракторного завода. Живая композиция не просто стыльная, подведение выника у агросезона, али и репетиция перед днем машинобудовника. 22 и 23 вересня тракторозаводцы обещают провести профессийное свято еще больше масштабно и больше видовищно. Алексей Кондраценко и Александр Горбачу, агентство Телиновин.